Наверняка барон Карл Де Дрёс, собравший в своем гараже колесное чудо техники, приводимое в движение мускульной силой, не мог и подумать, что его транспорт практически без серьезных изменений проживет две сотни лет. Даже сегодня, в век высоких скоростей, романтики-экспериментаторы не обходятся без велосипеда. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Пожалуй, самый знаменитый рязанский велосипедист живет в селе Поляны. По самым скромным подсчетам Виктор Атласов уже два с лишним раза обогнул земной шар, пользуясь исключительно либо велосипедом, либо надувной лодкой. Очень удивляется, восхищается, говорит, а почему мы вас не знаем, вы должны быть национальным героем. Я говорю, ну это не от меня зависит. А другие действительно есть такие, которые у виска крутят. Шутки шутками, а в путешествия приходится брать с собой альбом с фотографиями, чтобы действительно не упекли в лечебное учреждение. Его скромный стелс – один из самых дешевых и абсолютно нетуристических велосипедов, только с грузом прошел 40 тысяч километров. Велосипедисты говорят, мы на таком велосипеде даже вокруг дома не поедем, не то что через страну. В то, что ни количество лошадиных сил отвечает за километраж, легко готовы поверить неунывающие друзья Дмитрий Мамодолеев и Александр Пилипенко. Вот уже несколько лет они самым нестандартным образом проводят свои отпуска. Их первый велосипедный вояж состоялся в 2008 году. Стало скучно кататься до Солочи и обратно. Мы поехали сначала катались и в процессе катания возник вопрос, в чем мы так катаемся? Давай на море поем? Ну вдвоем-то. Да ты дурак что ли, какой море-то? 1400 километров за семь с половиной суток. С собой только плавки и минимальная навигация. Или какой-нибудь патруль из сопровождения едет, или это там мегафон, там Динамо бежит, ну как в кино. Все бегут, в 6 утра, там солнце, и вообще никого нет, два дурака. По холодку еду, чтобы в обед жарко. Но использовать велосипед оказывается можно из фантазии. Пока этот некапризный транспорт помогает кому-то выжить вне цивилизации, находятся таланты, готовые превратить его в атрибут видеооператора. Зимой на велосипедах еще ездили походу. И очень тоже интересные кадры, потому что когда едешь по льду, абсолютно ровно и прямая, ничего не трясется. И удивительно, потому что когда мы начали отсматривать материал, получается, что велосипед как будто он стоит на месте. То есть панорама достаточно большая, задний план далеко, и ты видишь, что человек крутит педали, видно, что колеса крутятся, но нет никакого ощущения, что это движется. Вспомнили о том, что давненько не крутили педали, и наши журналисты. Увидимся на велодорожках.